В любой непонятной ситуации сажайте Навального. Это любимое правило Путина, которому он следует много лет. А сейчас ситуация у него, прямо скажем, неприятная. Его кандидатов в губернаторы проигрывают один за другим. Мало того, когда Путин специально приезжает и на камеры публично поддерживает своего человека, люди голосуют против. Проблемы вы считаете первоочередными, отдельные отрасли для вас ключевые. Так случилось в Приморье, где кандидат от партии жуликов и воров проиграл просто с треском, через пару дней после высочайшей поддержки. И только массовые фальсификации помешали оппозиции занять губернаторское кресло. Повышение пенсионного возраста, инициированное Путиным, показало всем гражданам страны, что его правительство окончательно провалилось. И не стоит ждать от него ничего хорошего. Мы вместе с вами сделали очень многое, чтобы превратить общее недовольство людей в их конкретные действия и голосование против Путина и его кандидатов. Наш штаб провел митинги против повышения пенсионного возраста 1 июля в 39 городах страны. А 9 сентября, в единый день голосования, мы провели уже крупнейшую общероссийскую акцию против пенсионной реформы. Акция прошла в 84 городах. Да, сотни людей были задержаны, но тем не менее, одним из последствий этих митингов стало то, что результат Единой России упал с начала года в среднем на 16%, а несколько путинских губернаторов проиграли выборы впервые за много лет. Ну, вот и неудивительно, что взбесившийся Путин теперь пытается отомстить Навальному и посадить его в тюрьму. Сейчас я расскажу вам, в чем замысел власти, чтобы вы хорошо понимали его и не дали себя обмануть. Есть такая статья Уголовного кодекса 212.1, придуманная специально для тех, кто отказывается молчать. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет и применяется к тем, кто неоднократно нарушал правила организации митингов. До сих пор по ней осудили только одного человека, Ильдара Дадина. После многочисленных жалоб Конституционный суд добавил к этой статье ряд условий, без которых она не может применяться. Если эти условия не выполняются, то суды отказывают в возбуждении уголовного дела. И такое, как ни странно, в российских судах уже случалось несколько раз. Так вот, сейчас я расскажу вам, что это за условия, и вы поймете путинский план. Сначала надо осудить человека за нарушение порядка проведения митингов. Таких судов у Навального хоть добавляй. До этого он был арестован на митинге 5 мая. Потом нужно осудить человека за нарушение порядка проведения митингов повторно. И главное, в течение полугода с момента первого нарушения. Это произошло с Навальным в августе, его посадили за митинг полугодовой давности. Ну и наконец третье, и самое главное. Без этого условия уголовное дело не возбудят. Человека нужно осудить в третий раз за полгода. Но теперь за нарушение при проведении митинга, который повлекли вред здоровью граждан или имуществу. И это та самая статья, по которой суд признал Навального виновным неделю назад. Якобы он организовал акцию, в результате которой одному полицейскому поцарапали машину. Так и написано в материалах. Полицейский обнаружил повреждение лакокрасочного покрытия своего автомобиля Тойота. Это и есть тот самый вред имуществу. Благодаря этому последнему решению теперь соблюдены все условия для возбуждения уголовного дела. Навальный трижды за полгода был признан виновным в организации митингов, на одном из которых полицейскому поцарапали автомобиль. Мы не знаем, что произойдет за те две недели, которые Алексей еще проведет в спецприемнике. Возможно, его прямо оттуда увезут на новый суд, на этот раз по уголовному делу. Возможно, он успеет выйти на свободу после 50 дней своего заключения. Наверняка мы знаем только одно. Сажать его – это единственный ответ на все вопросы, которые есть у Путина. Путин ничего не может сделать с тем, что российская экономика разваливается, что люди нищают. Он может только грабить их еще больше, теперь повышая пенсионный возраст. Ни он, ни его дружки ни на минуту не перестают тащить деньги из бюджета на свои дворцы и яхты. И единственный способ заглушить недовольство для них – это арестовать тех, кто борется против и открыто называют их ворами. Административных арестов Путину мало, поэтому теперь он собирается возбудить против Навального уголовное дело. Но мы не должны отчаиваться и сидеть сложа руки. Нужно каждый день делать что-то против этой власти. Пускай мелочь, но каждый день. Ваш лайк или репост, разговор со знакомыми, соседями, таксистами – все это не впустую. Не бойтесь говорить правду, они не смогут остановить всех. И подписывайтесь на наш канал, потому что здесь говорят правду. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!